Мир, эпоха, имена. Традиционный музыкальный фестиваль открыли сразу на семи площадках в регионе. В центре, внимание, конечно, большая сцена Ленинского мемориала. Здесь гостей приветствовал Бурятский национальный театр песней и танца «Байкал». Еще пару дней назад блеск Азии озарял Кремль, и теперь в восточной эпохе рукоплескал Ульяновск. Сотни роскошных нарядов, диковинные инструменты, экзотическая музыка. Во всем этом манкости таинства восточного фольклора. С первых аккордов и танцевальных па артисты знакомят с китайской народной культурой. Мы стараемся превратиться в этом танце в таких милых китаянок и легко владеть веерами. Невесомые китайские веера в руках артистов сменяют кинжалы для корейских шаманских обрядов. На сцене музыкальное путешествие по самым красивым местам Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Когда ставится танец, никому нельзя заходить в наши балетные залы. Это настоящее такое действие. Как правильно, даже слово подобрать не могу. У меня мурашки все время идут, когда я об этом рассказываю. Это что-то уникальное. В Перуе мы сюда его привозим. Проект называется «Блеск Азии». В этом проекте показаны лучшие номера стран Азии. Бурятский национальный театр открывает новую страницу фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Для нас это большой праздник. Это праздник для города. Это важное событие в культуре России. И мы будем все дни до 22 апреля вместе с вами творить, созидать. Два континента, пять стран, девять российских регионов. Участники представят самые весомые культурные достижения, чтобы вместе создать историю. Кристина Агафонова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова